Всем привет! Меня зовут Мила. Сегодня хочу показать очень красивый блог, у которого просто невероятное количество способов его раскладки. Сыть буду его из джинсов и отделка будет натуральная черная кожа. У всего должно быть название и у этого текстильного существа тоже. Для себя я назвала его ромбовидная раскладная синель. Выкроила два полотна из штанины, приклеила их на флизелин. Размером они у меня 27 на 35 сантиметров. Еще я накроила ромбики джинсовые 6 на 8 и за кадром, сейчас их не видно, есть еще кожаные ромбики, они чуть меньше размером. На самом деле размеры ромбов мне в принципе-то давать вам и не надо, потому что если вы будете делать такой же блок, полотно, то размеры естественно у всех будут разные. Наверху я чертила по сантиметру линия, это у меня будут швы, которыми я потом буду собирать это изделие. Для себя сделала визуализацию границы, чтобы не пришить туда ромбы. Ромбики я начала раскладывать от середины, чтобы все было ровно и никуда не поплыло полотно. В общем я увлеклась и сегодня вам здесь покажу только 8 этих раскладок. На самом деле их больше, просто не хочу тянуть ваше время рассматриванием этих картинок. И очень хочется оставить полет фантазии для ваших прекрасных голов, чтобы вы тоже что-нибудь там делали и как-то их выкладывали. И особенно, наверное, интересно это будет поручить детям. Они всегда любят что-то раскладывать. Ромбы пришивала на ширину лапки ниткой для джинга. Закрепки я не делала, я просто каждую ниточку потом выворачивала наизнанку и завязывала узелки. Каждый ромбик я пришивала отдельно. Так как джинсовые ромбы я фиксировала на полотне иголочками, с кожаными так не забалуешь. Когда мне нужно как бы в кавычках наметать кожу, я ее просто приклеиваю на термоклей. В этом случае я поступаю точно так же. И смотрите, у меня есть матовая черная кожа и есть такая глянцевая блескучая. На самом деле там фактура такая интересная, там цветы. Выглядит она при ближайшем рассмотрении как кружево-кожаная. Очень эффект красивый, мне понравился, но не стала перегружать полотно этой кожей. Добавила немножко этих ромбиков. Кожаные ромбы я также пришивала на машинке и точно так же узелки выводила наизнанку и завязывала на узелок. И точно так же пришивала ниткой для джинсов черного цвета номер 20. Я вам очень советую попробовать сделать такое полотно, потому что получаются разные результаты, разные эффекты. От вау да не очень или и так сойдет. Могу предложить несколько вариантов использования разных тканей. Вы можете взять клетку, любую горошек взять с однотонной, смиксовать. Можно брать кожу и джинс. Далее мешковину тоже будет очень классно использовать, будет тоже интересный эффект. Когда вы зафиксируете мешковину строчкой по периметру, у вас такие мохнатки останутся по краям, будет очень красиво. У вас получится очень динамичное полотно. Далее используйте трикотаж какой-то крупной вязки, либо трикотаж футболок, там футер какой-то. В общем, не нужно останавливаться на какой-то одной ткани. Вот увидели, например, на видео джинсы кожи и все. И вы тоже так же делаете. Нет, вы можете взять какие-то выпады, которые у вас остались после раскроя какого-то изделия из полотна пицца. Вот у вас остаются эти пиццы, маленькие мини-пиццы. И вы можете из них выкроить ромбы и точно так же с однотонным каким-то полотном их смиксовать. Будет обалденно. У вас будут очень яркие, сочные, красивые ромбики и какие-то однотонные, например, джинсовые или кожаные, ну, любая какая-то ткань. Главное, чтобы однотонные, чтобы у вас не было месиво. Я когда делала это полотно, у меня уже просто аж жужжало в голове от разных мыслей. Очень хотелось все это сделать, но нет, время тратить не хотелось. Мне очень нужно было быстрее получить результат и полюбоваться на него. И еще я подумала о том, что это очень классная альтернатива тому, кто не любит возиться с лоскутным шитьем. Ну вот не хочет человек шить эти блоки, все это ему кажется муторным. Но со стороны, когда это кто-то сделал, ему это нравится, ему это приятно и глазу, и телу, и всему. И вот прекрасно можно обойтись без классического какого-то лоскутного блока, а просто нашить на одно какое-то большое полотно. Маленькие вот такие вот кусочки. И все. Это будет типа а-ля аппликация, а-ля синель, а-ля лоскутное полотно. Это все может быть любое а-ля. Главное, чтобы вам это нравилось. И теперь осталось дело за малым. Я беру жесткую пластиковую щетку и начищаю ею, как при обычной синеле мы поступаем, все эти ромбики. Мне нужно разлохматить все четыре стороны каждого кусочка. Итак, я это делаю, но, наверное, все-таки мне нужно было сначала все это хорошо начесать, может быть, даже отправить в стиральную машину, а потом уже пришить кожу. Но руки пекла работа, хотелось быстро все нашивать. Нашила, ладно, буду прикрывать тканью где-то кожу, чтобы жесткой щеткой не поцарапать ее. В общем, все начесала, все вытрасила. Ну, а пока мои руки начесывают полотно, мы с вами обсудим, куда же можно применить такое полотно. Я расскажу какие-то свои идеи, а вас я очень, конечно, прошу написать свои идеи в комментариях. Нам будет всем приятно обменяться мнениями друг друга, почитать, пообсуждать и поболтать об этом. Итак, можно сшить очень красивое постельное белье. Вы делаете, например, простынь из цельного куска ткани, не надо ничем украшать. Возможно, по периметру, там где она свисает, можно чем-то украсить. Дальше. На волочке, изголовье наверху вы можете сделать такие ромбы. Лицевую часть пододеяльника точно так же можно сделать вот такими красивыми ромбами. Все это, конечно, вы шьете из сица, из бязи. Будет очень красиво смотреться и очень атмосферно. Далее мне пришла в голову идея сделать карманы для какого-то изделия. Ну, будь то рюкзак-сумка или куртка. Возможно, сделать маленькие ромбики такие миниатюрные и сделать на локотнике, на пиджаке или на свитере. Ну и пока мы все это обсуждали, в моих руках рукотворное джинсовое полотно с элементами кожи. Прекрасно смотрится, очень стильно. У меня в голове есть две идеи, куда использовать эти два полотна. Но я сошью только одно изделие. Я покажу, что я сделала в следующем видео. А я желаю вам крепкого здоровья и шикарных творческих идей в ваших прекрасных головах. Всех люблю, всех целую, всем пока! По скриптам в конце видео, наверное, вы заметили оформление моего маникюра. Плюс оформление видео. Это композиция «Бабочки в любви» Сэра Гугварта. И конечная заставка, конечно же, «Бабочка». Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова